Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале GuitarMania. В прошлом видео я вам показал, каково это играть на настоящем стеке 4х12 дома. То есть это усилитель 50-ваттный, в моем случае это Mesa Boogie, и стек 4х12, в моем случае это Custom. Вот он стоит, надеюсь его видно, но не в том-то дело. В том видео я сказал, что это самое лучшее, на чем можно играть дома. Да, это абсолютно-абсолютно неописуемый кайф, если можно так сказать. Никакие плагины с этим не сравнятся. Но я в том же видео сказал, что плагины я люблю, и для своей задачи плагины справляются, но можно сказать идеально. Допустим, есть у вас дома голова Mesa, и я, кстати, уже мечтаю о следующей голове. И следующую голову я хочу, это PIVI 5150, либо 6505, что то же самое, либо EVH какой-нибудь, тот, который 61, в общем, какой-то тоже есть EVH, который сделан по мотивам этого PIVI, если вообще это не копия. Но у меня его сейчас нету, и что мне с этим делать? И я обращаюсь к моим любимым производителям VST плагинов, компания Mercurial, и у них вышел офигенный плагин, который называется 6163. Вот, вы сейчас его видите на экране. Судя по внешнему скину, скорее всего, это не PIVI 5150, а это какая-то модификация этого усилителя от компании EVH. Конечно, вы не ощутите того кайфа. Я даже не знаю, как это объяснить. Когда вы играете на настоящем усилителе, в настоящий кабинет, ну, там совсем все равно ощущения другие. Конечно, конечный звук возможного плагина даже будет лучше, но сами ощущения от игры, ну, плагин не придает. Но все-таки мы можем взять этот плагин, покрутить его и кайфануть от этого, потому что у нас нету дома усилителя 5150, а зато у нас есть классный плагин, который неплохо звучит. И давайте посмотрим, что здесь есть. Ну, вообще, это называется Unbox. Видите, у меня здесь добавлен Unbox. Что такое Unbox? Это оболочка, некая оболочка, в которой можно добавить, ну, наверное, все плагины от компании Mercurial, которые есть. Ну, если смотреть преампы, есть Euphoria, выглядит вот так. У меня, кстати, она не куплена. Есть Reaccess, выглядит вот так. Есть Rectifier. У меня, кстати, был на него обзор, и, как вы поняли, что это Mesa Boogie Dual Rectifier. Есть у нас еще, не туда ткнул, как раз 6163. Что у нас еще есть в этом Unbox? Есть педалька Gate. Если все будет шуметь, мы включим ее, но обязательно посмотрим, как это работает. Есть графический эквалайзер. Есть педалька Wow. Если у вас какой-нибудь MIDI-контроллер подключен, можно этим пользоваться. Есть педали Overdrive. Сейчас TS-808, но на самом деле здесь можно их менять. Есть Grid Smasher. Тоже, кто знает, понимает, на что похоже. И SD-1. Так, что у нас здесь еще есть? Есть педалька Distortion. Metal Aria. Я думаю, кто в курсе, все равно понимает, да, что это Metal Zone. Есть еще параметрический эквалайзер. Если я правильно понимаю, я не буду, как сказать, утверждать, я сильно не разбирался, но мне кажется, что графический эквалайзер стоит перед усилителем, а параметрический он стоит уже после усилителя. Я думаю, это было бы логично. Есть у нас Horus, педалька Horus, вот такая. Есть у нас Delay, педалька Delay. Есть у нас Reverb еще, педалька Reverb. Также здесь у нас есть секция кабинета. Ну, понятно, что есть Power Amp, есть Pre Amp. Power Amp его можно только отключить, за это отвечают. За Power Amp отвечают вот эти две ручки, но отключать его не будем. Есть кабинеты, то есть такая секция кабинетов. Здесь у нас можно выбрать два микрофона, причем список не очень большой, но вполне себе хороший. Здесь у нас можно выбрать сам кабинет, который вы хотите использовать. Здесь можно выбрать положение, то есть вправо-лево это есть вот центр динамика, и вы в комнате его двигаете. Можно поставить центр, можно отодвинуть его, грубо говоря, на метр. Я так понимаю, 4-6 это метры, наверное. И смотреть, какой получится звук, миксовать звук с двух микрофонов. Если же вам не нравится то, что здесь есть, вот здесь можно в этой секции подгрузить свои импульсы. То есть подгружайте свои импульсы любимые и спокойно их используете. Ну что, давайте посмотрим, как это звучит. Ну вот первый канал, который нас встречает, это вот эта секция. Как я понимаю, чистого звука, такого прям настоящего чистого звука здесь нет. Если мы будем убирать гейн, все равно он такой подгруженный гейн, можно сказать минимум. Но все равно он грузит очень-очень прилично. Ну, здесь у нас низкие, средние и высокие. Если их поставим на максимум, посмотрим, что будет. Кстати, классно звучит, если честно. А что будет, если мы оконечник подгрузим ручкой громкости? Давайте мы сейчас изначально здесь сделаем поменьше громкость. Еще поменьше. Здесь можно громкости добавить. Кажется, звук сильно не изменился. Давайте сейчас посмотрим второй канал. Вот тут мы его включаем. Слышите, сколько фона добавилось? У нас есть гейт. Мы его включаем. В общем, гейт я настраивать не буду. Его можно до настроить под каждую гитару отдельно. Ну, вообще, здесь у меня компьютер стоит, поэтому гитара прилично фонит. Если от компьютера как-то отвернуться, то она фонить будет меньше гораздо, если вот так вот делать. Меняется. Вот здесь лампа стоит. Слышите, да? Хотя звукосниматели под металлическими крышками и все равно ловят все наводки. Я скажу, что второй канал уже прям хай гейн. Ну, не скажем, что прям супер-супер хай гейн, но даже супер-супер. Все на максимум. Немножко клипует. Поменьше громкости. И знаете, я бы даже, мне кажется, ничего бы не стало менять. Если только попробовать гейна поменьше сделать. А если еще меньше гейна сделать? Попробуем второй канал подогреть. Например, у нас вот столько гейна. И нам кажется, что не хватает. Включаем овердрайв. Я, пожалуй, возьму 808. Драйв минимум. Тон на 3 четверти. Левел, пожалуй, на 3 четверти. Включим. Сразу низы пропали. Ну, в общем, работает как должно. Подрезались низы. И звук стал более гейн. За счет того, что педаль свою громкостью и тоном его толкает. Но, этот усилитель, если честно, вообще грелок не требует. Даже и во второй канал. То есть, ставим гейн на середину. Уже все круто. Ну, что, давайте посмотрим третий канал. Вот, третий канал, это самый гейновый. И, я так понимаю, что в каскаде этого усилителя несколько каскадов, они как бы идут как как грелки, а несколько каскадов уже как сами, в общем, исказители. Так, ну, тут, конечно, все надо на максимум. Единственное, что я бы подрезал всю середину и низ. Отдельно здесь есть ручки Depth и Presence. Depth это низкие частоты, которые уже дает, как я понимаю, усилитель мощности и Presence то же самое. То есть, можно низкие частоты подрезать, потому что на этом третьем канале, мне кажется, их многовато. А здесь чуть-чуть добавить. И мне кажется, что даже гейна многовато. Я бы попробовал вот так. Давайте посмотрим, как другие ручки работают, например, не ручки, а другие, например, педали, например, делаю. Прикольно. Посмотрим ревер. Миксы, если немного убрать, а то многовато. О, самый... Чуть-чуть еще поменьше. Вот это уже классный звук. Добавляем дилей. Только тоже надо миксы убрать. Где-то тут у нас микс, допустим, level. И с таким звуком можно... Надо перерыв сделать, чтобы YouTube не забанил. И еще один перерыв. Но все-таки что-то куда-то мы низкие убрали, да, совсем? Нет, низких мало. Мне не нравится. На максимум. Ну хорошо, если низких нам не хватает, будем подрезать высокие и середину. Прикольный звук. Прикольный звук. А-а-а-а. Сложал в конце. А-а-а... Сложал в конце. А-а-а... ну что друзья вот такой офигенный плагин мне на самом деле очень нравится и как вы понимаете конечно же я не всегда включаю свою мессу и кабинет грубо говоря когда у меня дети дети дома ребенок дома жена дома конечно я включу вот этот плагин одену наушники и буду играть а еще чтобы просто иногда проиграть мне очень понравится плагин который называется с 11 от mercury простой эмулирует одну педальку звучит офигенно и иногда я и включаю его ну потому что мне он очень нравится единственное еще о чем я не рассказал что здесь еще есть вот такая секция оверсэмплинг можно включить разные уровни качества звука в зависимости от того насколько мощный процесс у вас компьютер если у вас хороший современный компьютер то включайте на максимум что-то у нас вот здесь еще есть окна скрываются видимо здесь у нас тюнер чтобы вы могли видите моя гитара настроена что у нас от это за кнопка в общем еще какая-то кнопка размер можно делать xl а вот так его можно но видите он обрезается так что друзья вот такой плагин если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал нас ждет много всего интересного я думаю чтобы еще такого интересного снять вон про ту башку с кабинетом вот про эту если видео кстати еще не видели то обязательно посмотрите а это буквально предыдущие видео не забывайте про мой промокод guitarmania при покупке магазине струнки ru вы сможете сделать себе скидочку 7 процентов и плюс еще я получаю 3 процента от вашей сделки это очень круто поддерживает канал материально то есть вы понимаете да вводя мой промокод магазин делает грубо говоря общую скидку в 10 процентов 7 процентов скидка вам идет и 3 процента за то что я вам подсказал так сделать идет мне и как я сказал вы этим круто меня поддерживаете иногда за этот счет я заказываю себе струны раз полгода пачек 6 7 8 получается заказать это действительно круто что еще сказать у меня есть бусте если кто-то хочет меня поддержать обязательно заходите на бусте сегодня мы играли на гитаре fender squire affinity telecaster deluxe очень крутая гитара абсолютно в стоке ничего на ней не менял не усилитель не верхний порожек ничего не менял даже торцы ладов не подпиливал потому что это не требовалось у меня про эту гитару тоже очень много видео и реально крутая гитара единственная проблема наверное сейчас она в россии уже не продается но если сможете купить как-то другими путями то обязательно обратите на эту гитару внимание эта гитара достаточно бюджетная но она реально очень крутая я думаю что звук вы ее слышали и смогли оценить ну что ж друзья меня зовут сергей и это был канал guitarmania всем позитивного настроения до встречи на ю тубе